За два месяца более сотни жителей Белгорода и Белгородского района, обратившийся в центр занятости населения, заключили социальные контракты по трудоустройству. Сейчас четыре человека направлены на обучение с дальнейшим трудоустройством, а 21 человек уже получил новую работу. Социальный контракт призван вывести человека из сложной жизненной ситуации. У Елены Чекановой как раз такая история. Елена ушла с предыдущей работы из-за необходимости ухода за больным отцом. В Белгородский центр занятости обратилась в марте. Предложили работу дворника. Мне подсказали, добрые люди. Поехал мне, дали бумажечку, телефон, я приехала сюда и меня взяли. А вот Дмитрий Куценко обратился в Белгородский центр занятости, чтобы открыть свое дело. Его бизнес-план – строительство домов из СИП-панелей, то есть сразу с утеплителем. Полученные по контракту 250 тысяч рублей пойдут на оборудование офиса. Сейчас он в стадии ремонта. Субсидии уже соцзащиты выделила, то есть в ближайшую время будет закуплена оргтехника, мебель. И туда, соответственно, можно приезжать, ну как общаться, узнавать более, ну конкретные вопросы задавать. Социальный контракт заключают с теми, кто состоит на учете по безработице. И в первую очередь рассматриваются семьи с детьми. Если доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, это однозначный повод для обращения в соцзащиту. При заключении социального контракта и обращении в службу занятости первая выплата составляет 10 265 рублей. В эту выплату не входят деньги на пособие по безработице. То есть пособие по безработице – это федеральная выплата, которая к соцконтракту не имеет отношения. Заключить социальный контракт можно по четырем направлениям. Создание ИП, развитие личного подсобного хозяйства, на поиск работы или обучения, на выход из трудной жизненной ситуации. Михаил Перетокин и Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на мире Белогория.